Станислав Тарушин за свои 80 лет жизни успел поработать журналистом, главным редактором и написать несколько книг. Его первые статьи были опубликованы в газете «Алтайская правда». Карьерный рост Станислав Васильевич продолжил во всероссийском издании «Правда». Он работал корреспондентом в Тюмени, Новосибирске и даже в Праге. В это время случилось так, что меня пригласили в газету «Алтайская правда». Я работал на заводе, на Алтайском заводе агрегатов после окончания политехнического института. И меня оттуда, с инженерной должности, я технологом работал в цехе, меня пригласили в «Алтайскую правду» литературным сотрудником. Соблазнили тем, что сказали, что сегодня мы тебя берем на работу и сегодня же ты получаешь квартиру. Чтобы стать прозаиком, нужно пройти школу журналистики, говорит Станислав Васильевич. И он ее прошел. В 2009 году Вторушин стал лауреатом международной премии имени Алексея Толстого. Победу ему принесла книга «Литерный на Голгофу. О судьбе Николая II и его семьи». Меня интересовало ли эти люди, их поведение, понимаете, их мысли. Они знали, на что они идут, что с ними будет. В фонды Гмилика Вторушин передал вещи из личного архива. Книги, семейные фотографии, рукописи, ордена и медали. Сотрудники музея пообещали все это бережно хранить. И, возможно, в ближайшее время организуют небольшую тематическую выставку. Екатерина Шахова, Александр Антропов. Наши новости.